Добрый день! Сегодня вместе с вами мы будем шить детский песочник. Шить буду по выкройке из журнала отобра. Посмотрите, вот так вот выглядит этот песочник или по-другому сказать комбинезон с укороченными брючными. Песочник, ромпер, кто как его называет. Только у меня будут не два кармана, а один карман по центру. Итак, я раскроила две детали спинки, припавка на все швы 1 сантиметр. Также на спинке, обратите внимание, есть меточка, до которой нужно выкроить обтачку спинки. Обтачка спинки это уже одна деталь со сгибом. Видите? Одна деталь со сгибом, прибавка на все швы также 1 сантиметр. Таким образом, когда мы сошьем наше заднее полотнище по центральному шву, то обтачка спинки будет вот как раз вровень с верхом данного песочника. Шью я из конопляной ткани синего цвета. Эта ткань очень похожа на лен, только тоньше и меньше мнется. Далее точно таким же образом выкраиваем две передние детали и обтачку переда. По косой выкраиваем две полоски для обтачки низа брючин. И также четыре полосочки выкраиваем уже по долевой, это наши завязочки. И не забываем про передний карман. Его делайте произвольной формы, какой хотите. Далее складываем детали спинки лицевыми сторонами друг к другу и сшиваем центральный шов. Точно также сшиваем центральный шов и напереди. Многие мне пишут, что у них нет возможности получить выкройку, например, из журнала отобрана, которую я в данном случае ссылаюсь. Но я вам хочу сказать, что да, конечно журналы эти дорогие, но я их покупаю на Валберисе, когда там происходит распродажа и скидки. Тогда этот журнал можно купить даже с 25 процентной скидкой, что очень выгодно и вам советую. Теперь этот шов обработаем на верлоке. Ну а сейчас вот эти вот центральные швы напереди и спинки я отстрочу. По центру переда я расположила карман, отступив вниз от горловины на 6 сантиметров и пришиваю его на машинке. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь накладываем друг на друга лицевыми сторонами переднюю часть песочника и заднюю и будем сшивать сначала боковые швы, а потом шаговый шов, разложив вот наши брючины в прямую линию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После чего эти швы необходимо обработать также на верлоке. Детали обтачки переда и спинки проклеиваем флизелином, после чего складываем их друг с другом лицевыми сторонами и сшиваем по боковым швам. Субтитры создавал DimaTorzok Боковые швы и низ обтачек я обрабатываю на верлоке. Теперь наши завязки складываем в четыре раза. При этом внутрь подгибаем и подворачиваем только один узкий конец, второй не нужно, так как он будет внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь совмещаем верх песочника с обтачкой лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы. И будем сшивать в области проем и в области горловины переда и спинки. Места для завязок не трогаем, оставляем их не прошитыми. Теперь в оставленные нами отверстия вставляем завязки необработанным концом вперед и будем эти вот оставленные отверстия зашивать. При этом по завязкам проходим прям два-три раза. Уголочки подрезаем, а припуски на шов на всех скруглениях, то есть по горловине и на проемах надсекаем. Отворачиваем обтачку на изнаночную сторону. Тщательно выправляем все уголки, складочки расправляем и после того, как мы все выправили, мы будем отстраивать по краю верха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы обтачка не задиралась, я ее фиксирую в боковых швах. Обтачку низа брючин совмещаю с брючинами лицевыми сторонами друг к другу, видите, и буду сшивать по краю среза. Теперь припуск на шов подрезаем. И подрезанный припуск настрочим на обтачку. Теперь обтачку отворачиваем на изнаночную сторону, подворачиваем ее свободный конец и в таком положении по краю вот этого сгиба будем пришивать. Для удобства вначале все лучше сметать. И наш песочник готов! Я считаю, что вот подобного рода детские комбинезоны, песочники, ромперы, это необходимая вещь в детском гардеробе. Так как он максимально удобен для ребенка, особенно когда ребенок ползает, ничего с него не сползет, в отличие от штанишек, когда он ползет на коленочках и штанишки сползают. То вот этот песочник не сползет, так как он держится сверху на лямочках. Никакая маечка не задерется, все, он на нем зафиксировано. Опять же таки, вот с помощью этих завязок можно регулировать комбинезон по росту ребенка. То есть можно побольше завязать, можно поменьше, кому как нравится. Или в зависимости от роста, еще раз повторюсь. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.